И даже враг не пройдет. На страже импортных посылок специалисты таможенной службы. Работа кипит, а на носу праздник – День таможенника России. Его основали в память о появлении единого таможенного устава 1653 года, традиционно отмечая 25 октября. В честь этого дня в таможенном почтовом порту Владивостока сотрудники провели экскурсию восьмому каналу. День таможенника – это праздник, когда мы традиционно подводим определенные итоги, намечаем задачи, которые нам будут необходимо решить, которые не решены. И, соответственно, просто даем оценку деятельности каждого, наверное, инспектора и оцениваем себя лично. Импортные посылки, как и отечественные, проверяют бережно и тщательно. Сперва осмотром занимается собака-профессионал. Кэт внимательно изучает упаковки на наличие наркотиков. Собака достаточно еще молодая, ее еще нет трех лет. Ну, у нас есть несколько раскрытий. Ну, не так много, как-то делать. После работы четвероногого инспектора и кинолога почту отправляют на конвейер, где сотрудник смотрит на содержимое коробок. Основное внимание обращают на чертания предметов. Если нет ничего подозрительного, посылка идет на сортировку. Ну, на данном изображении видно, что в данной посылке идут продукты питания. Консервы, конфеты и другие продукты. А если бы вот там сейчас лежал автомат, какие были бы действия? Мы бы эту посылку остановили и досмотрели. На сегодняшний день на контрольном пункте увеличилось количество административных нарушений. В основном находят табачные изделия, культурные ценности, предметы палеонтологии и корень чаги. Везут по классике в Китай и Корею. Участились случаи у нас перемещения табачных изделий, либо никотиносодержащих, это стики, это смеси для кальяна. Как правило, также они перемещаются в Китайскую Народную Республику, предполагаются перемещения. И, наверное, отправители пытаются здесь обмануть как-то таможенный орган. Чаще всего заявляют недостоверные сведения. Еще один помощник в выявлении нарушений – система «Янтарь». С ее помощью осуществляется радиационный контроль при выгрузке международных почтовых отправлений. У нас недавно было заявление маленького вот такого пакетика, 84 грамма, если не память не смеет, ну, в общем, около 100 граммов. Это был металлический предмет, цилиндрическая форма, который вот при выгрузке в емкости, емкость была, содержала 236 мелких посылок, сработала эта система издания, то есть она убегает и издает молоковое сопровождение. Девять месяцев работы в 2020 году выдались для таможенного поста весьма продуктивными. Сотрудники оформили почти 3,5 миллиона международных посылок. Причиной роста считают снижение нормы беспошлиного воза с 500 евро до 200. Также работы прибавил коронавирус. Учитывая текущую обстановку по ковиду, без работы таможенная служба не останется. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова